Дайте слово! Внутри партийной кухни о том, какие существуют действующие проекты, партийные проекты, как будет развиваться политическая партия, об итогах прошедших выборов, о предстоящих выборах, о том, как идет работа с наблюдателями и с избирательными комиссиями. Так вот, давайте попробуем поговорить о том, что будет интересно нашим радиослушателям, а именно, мы каждый день на кухнях говорим о политике, о том, какие решения принимаются на всех уровнях, но не все радиослушатели знают о внутрипартийной деятельности, какие существуют сейчас проекты у партии ЛДПР, как развивается партия в Кировской области, давайте поговорим об этом. Владимир, давайте, да, надеюсь, что... Слишком официальное начало нашего диалога. Кому-то, да, интересно, работа политических партий вне избирательных циклов, такая работа на самом деле ведется. Естественно, политическая партия вне избирательного цикла в первую очередь реализует свою деятельность через органы законодательной власти. Вот у нас есть фракции в Законодательном собрании Кировской области, в Городской думе, и обе эти фракции работают довольно активно. Ну, наверное, ближайшему пленарному заседанию, которое состоится в сентябре, немножко анонсирую, что мы планируем там сделать, и заодно раскрою некоторые секреты, что партия ЛДПР делает прямо сейчас. Внесен уже на рассмотрение Законодательного собрания проект закона Кировской области о поддержке семей, имеющих детей. Мы, если помните, в предыдущую пленарную сессию об этом много говорили. К сожалению, законопроект до голосования не дошел, даже до рассмотрения не дошел. Надеюсь, что в сентябре ситуация поменяется. По крайней мере, все процедурные моменты уже пройдены. И надеюсь, что хотя бы там на комитетах и на пленарном заседании мы рассмотрим. Больше надеюсь, что примем закон, который предполагает меры поддержки семей, имеющих детей. Напомню, вкратце, это выплаты семьям, чьи дети не посещают детский сад с положенного возраста. Это законодательная инициатива? Инициатива, она подготовлена, внесена, документально, полностью проработана, внесена и готова. Отвечает всем требованиям областного законодательства, федерального и так далее. Я, конечно, не исключаю, что в очередной раз по каким-то надуманным причинам появится повод законопроект не рассматривать, но с точки зрения соблюдения всех формальностей выполнено все. То есть вот все, что нужно было, все сделано, законопроект внесен. Ждем ближайшего пленарного заседания. На контроле не так давно проходили депутатские слушания на тему реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья. То же самое, очень больной вопрос для Кировской области. И был сформулирован целый ряд предложений, в том числе от партии ЛДПР, которые необходимо реализовывать для того, чтобы программа перестала буксовать. У нас есть больше миллиарда рублей на то, чтобы переселять людей только в этом году, и, вернее, прошу прощения, только в прошлом году было, в этом чуть меньше. И говорить о том, что программа при этом реализуется эффективно, я лично не возьмусь, потому что те дома, которые в прошлом году должны были быть расселены, новые дома еще не построены, до сих пор не введены в эксплуатацию, и, соответственно, жители не получили свое новое жилье. Вот этот вопрос, опять же, в такой серьезной проработке. Надеюсь, что и правительство здесь, в лице Министерства строительства, будет активней участвовать в решении вот этого вопроса. Просто дальше тезисно, не буду углубляться. Проблема отсутствия выплат детям войны. Вот сейчас в работе законопроект, мы хотим сейчас внести проект федерального закона, чтобы деньги выплачивались из федерального бюджета для того, чтобы дети войны получали какую-то ежемесячную прибавку к пенсии, так назовем. Размер обсуждается пока и по источникам финансирования, по той инициативной группе, то есть даже сам состав пока вот он видоизменяется, но тем не менее работа уже ведется. Надеюсь, что мы хотя бы к октябрю выйдем с законопроектом. Безусловно, поддерживаем общественников, которые, например, выступают против строительства полигона в Марадыковском. И представители партии участвовали и в митингах, и в круглых столах, посвященных этой теме. Надеюсь, опять же, эта работа приведет к положительному результату. Алексей, я знаю, что и вы там имеете позицию, вы, Алексей, и имеете позицию по этому вопросу. Поэтому надеюсь, что все жители Кировской области равнодушными и не останемся. То есть если подвести черту, могу сказать, что региональное отделение партии ЛДПР занимается теми вопросами, которые интересуют жителей Кировской области. Вот с чем приходят в приемную ЛДПР, с чем мы сами, как жители Кировской области, сталкиваемся, тем мы и занимаемся, собственно говоря. Есть проблема утилизации твердых коммунальных отходов. Вот, пожалуйста, фронт работы, активисты партии, депутаты занимаются решением этих вопросов. И вот конкретный пример, в Котельницком районе несколько населенных пунктов не получали услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Обратились в партию, да, три месяца мы попереписывались, проводили встречи с соответственными чиновниками и представителями регионального оператора. Вопрос решился. То есть, вот это такой точечный пример. То есть, главное направление, это первое, это законодательная деятельность на всех фронтах, на областном уровне, на муниципальных уровнях. Второе направление, это работа с обращениями, с жалобами избирателей, соответственно, решение их вопросов и их проблем. Может быть, есть третье направление? Я бы чуть шире, Алексей. Есть какие-то еще партийные проекты, которые идут прямо сейчас? Чуть шире бы посмотрел, не только работа с обращениями граждан. Да, ведь что такое обращение граждан? Это какая-то проблема. Когда случилось что-то. За обращением стоит проблема. Когда что-то случилось, и в чем-то надо помочь. То есть, вот та проблемная зона, которая в Кировской области существует, на самом деле у нас их много проблемных в каких-то моментах, решение вот этих вот проблем, это как раз работа политических партий, без разницы оппозиционных, властных и так далее. То есть, это, безусловно, улучшение уровня жизни населения Кировской области, если в широком смысле посмотреть. Конечно же, есть и партийные вопросы, вот сейчас идут полным ходом до выборов в Кировскую городскую думу, любая политическая партия, а уж парламентские точно участвуют, должны участвовать в этих процессах. Мы не исключение, мы тоже участвуем, наши кандидаты выдвинутые, зарегистрированные и наверняка будут иметь какие-то шансы на избрание. Надеюсь, высокие. Посмотрим, то есть, избиратель сам решит. А в рамках избирательной кампании, конечно же, они проводят встречи, на этих встречах выясняют точечные проблемы по дворам, там, может быть, микрорайонам, и тоже принимают участие в решении, я имею в виду наших кандидатов, принимают участие в решении этих сложных вопросов. Есть еще какие-то партийные проекты, действующие, которые работают прямо здесь и сейчас. На той неделе здесь был председатель и от «Единой России», они говорили об их партийных проектах, которые действуют в рамках их политических программ. Боюсь, если мы будем обсуждать проекты ЛДПР, у нас не хватит времени. Опять же, тезисно тогда. Наши активисты, члены партии, занимаются решением вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. То есть, вот проблемы в ЖКХ, это серьезный пласт проблем. Отдельно выделять ничего бы сейчас не стал. Банально, потому что времени не хватит. Но вот, допустим, перерасчет тарифов и так далее, к нам отсутствие оказанной услуги, к нам бездействие управляющих компаний или госжилинспекции, к нам гигантский пласт работы, еще раз. Что касается нарушения прав граждан, ну вот уже коснулись непредоставления места в детском саду. Это одно. Обманутые дольщики. Это совсем другое, но тоже широкий фронт работы по этому направлению ведется. То есть, я бы не выделял это проектами, я бы назвал это все-таки работа по проблемным вопросам, которые существуют в Кировской области. По направлению. Это основное. Хорошо. Алексей, можно сказать, эти же вопросы для партии КПРФ. Чем занимается партия сейчас в Кировской области, какие существуют партийные проекты, на какие направления партия акцентирует внимание, где больше сконцентрирована законодательная деятельность, где, ну в данном случае, вы представители оппозиционных партий, у вас сконцентрирована протестная оппозиционная деятельность. Поэтому вот эти вопросы хочется услышать от КПРФ, нашим слушателям. Ну, начнем с того, что все-таки каждая партия ставит свою задачу, это борьба за власть. Все правильно. Мы от этого исходим. Но вот с точки зрения оппозиции, оппозиция тоже бывает разная. Оппозиция ему величества, оппозиция ему величеству. Поэтому мы тоже исходим из того, что у нас есть своя внутрипартийная жизнь, есть свои внутрипартийная повестка дня. Но самое важное это то, что мы сейчас выдвигаем на общеполитическом плане. То есть для нас, вы знаете, митинги и формы прямой демократии являются сейчас приоритетными. Почему? Потому что, вы видите, политическая власть сужает все возможности парламентской борьбы, на выборах борьбы, потому что, ну, сами понимаете, чистые и честные выборы – это только лишь желание. Сейчас никаких честных выборов при власти Единой России просто не может существовать. Поэтому мы боремся именно за то, чтобы, во-первых, совершенно другие были принципы на выборных условиях, чтобы по-другому формировались избирательные комиссии, чтобы по-другому были законы избирательных гарантий. Потому что, ну, сами знаете, то, что получилось с референдумом по пенсионному возрасту – это просто издевательство. Единая Россия создала свои группы, которые просто не позволили пройти другим, изрегистрироваться другим территориальным группам, чтобы получить возможность провести свой референдум. То есть сейчас уже монополия Единой России ни для кого не секрет, и мы считаем, что главная борьба у нас сейчас – это борьба с монополией Единой России, но также со всей буржуазно-олигархической политикой, которая проводится еще сейчас в нашей стране. Потому что, ну, какую тему ни возьми, везде именно тормозом становится эта вот единовласть Единой России. Потому что все, что не происходит, это происходит с какой-то определенной коррупционной составляющей. Когда для развития экономической жизни всевозможные препоны, просто искусственно созданные, в угоду, опять же, различных монополистических компаний, которые просто не позволяют к своему интересу кому-либо подступиться. Отсюда классические законы развития капитализма. Если у нас в стране растет количество миллиардеров, то есть с одного края богатей, знаешь, с другого конца поляризуется, и население ещает. Мы самые главные вопросы показываем, поэтому и любой законопроект, который выходит у нас и в законодательном собрании, и решения нормативные в Кировской городской думе, они направлены на то, чтобы именно защитить интересы большинства населения, трудящихся прежде всего. То есть для решения вот этой задачи, для противостояния другим политическим партиям, другим политическим силам ведется законотворческая законодательная деятельность. Да, у нас разработана антикризисная программа КПРФ. Она федеральная или региональная? Она федеральная, потому что у нас как раз и есть Кировская платформа коммунистов Кировской области, которая свои задачи ставит. И много вопросов, которые мы сейчас поднимаем, это прежде всего антикоррупционная составляющая, притом и на областном уровне, и на федеральном уровне, и на местном уровне, потому что вопросов очень много, и вот буквально, если вы знаете, то есть коррупционное дело в Котельниче, там по лесным делам. Сейчас у нас много вопросов городской администрации, тоже не секрет для вас, я повторяться не буду, но самая важная тема это сейчас все-таки Марадыково. Мы считаем, что это тема очень, ну, практически выживания населения Кировской области, потому что у нас и так угроз экологических очень много. Мы тему это давно поднимали, начиная от Куменского водовода, заканчивая вот этим Марадыковским комбинатом, который пытается, опять же, в связи с мусорной реформой, перевести на какие-то свои рельсы, притом там, опять же, торчит коррупционная составляющая, потому что почему, что и как, никто ответить не может. Даже представители Росрау и Росатом, которые приезжали, ничего адекватного сказать не могли, только слова-слова, а ведь тем более подписано постановление президента, вернее, правительства председателя, подписано о выделении в определенный срок 5 миллиардов рублей, поэтому не под что-то выделяется, вы нам объясните. Притом мы знаем, и как бы кто учил биологию, химию, что свинец и там ртуть, это одни из самых опаснейших элементов, химических элементов, которые угрозу жизни составляют. Многие страны Европы уже отказались от свинца, от ртути и всего остального. Алексей, чтобы отстаивать свою точку зрения по этому вопросу, какие методы используете? Все возможные, потому что, прежде всего, как общественное мнение, митинги, давление, сбор подписей, то есть это, как обычно, все, да, достижимые выходы на суды, потому что, ну, все возможные, которые есть. Также у нас, вот правильно, темы, которые поднимали дети войны, знаем, что мы поддерживаем организацию детей войны, сейчас идет выдача документов, потому что худо-бедно, но закон был принят, и сейчас стоит вопрос именно о финансировании, и мы дожмем и губернатора, и других органов, чтобы они это признали, и закон был принят. Кроме того, идет вот буквально, было обсуждение закона о кооперации потребительской, потому что мы считаем, тема очень важна, особенно сейчас. Ведь потребительская кооперация – это не коммерческий сектор, это больше выполнение каких-то социальных миссий, каких-то таких социальных услуг, тем более, особенно для сельской местности, это кому-то бы помогла дополнительная работа, где-то там сдать какие-то дикоросы, лекарственные травы, еще чего-то. Притом это потом же шло жителям Кировской области, и это экологически чистая продукция, потому что у себя на приусадебном участке что попало выращивать не будешь, выращивать для себя уже излишками делишься, и много других вопросов, которые надо поддерживать. Но вот сельское хозяйство, вы видите, у нас в области просто загублено, а раньше это был основной сектор леса и сельское хозяйство, которое давали огромную продукцию, ну, кроме, конечно, промышленности. Кировская область славилась своей промышленностью, а сейчас все сужается, как шагриневая кожа, экономический внутренний рынок снижается, а тут гемографические проблемы и все остальное. У нас сейчас важные вопросы. Прошел пленум как раз о новых формах работы. Мы анализируем, что есть сейчас, и какие партия должна сферы охватить, какие-то предложить новые технологии, новые формы работы. Недавно как раз 7-го числа прошел пленум на эту тему, достаточно продуктивно, и многие вопросы были просто как бы захвачены, оговорены. Особенно вот работа в социальных сетях, в интернете. Тем более партия у нас сейчас омолаживается, очень идет много молодежи. Вот как раз мы плавно притекаем к второму вопросу, который бы я хотел обсудить, который бы я хотел задать, это что вы видите в перспективах ваших политических партий. Вот в предыдущей передаче мы разговаривали с «Справедливой Россией», с «Единой Россией». У «Справедливой России» есть потенциал к объединению с несколькими другими политическими партиями. У «Единой России» уже в открытую говорят о будущей модернизации, о партийном рембрендинге. В КПРФ какие, может быть, у вас есть какая-то инсайдерская информация, внутрипартийная информация, какие могут быть нововведения, изменения, может быть, документальные изменения в рамках политической партии. У кого-то ребрендинг может быть. Что в КПРФ предстоит, как она будет развиваться, и какие новые течения в ваших партиях могут запуститься, например, со следующего года. А ещё интереснее узнать, есть ли какая-то долгосрочная политическая повестка. То есть мы знаем, что ситуация политическая в стране и в мире меняется очень быстро. И строят ли политические партии какие-то долгосрочные перспективы, программы, продукты, проекты. Начнём как раз с тебя, Алексей. По КПРФ что можешь рассказать интересного? Ну, самое интересное, это то, что идёт у нас именно, как сказать, работа с теорией. Прежде всего, это марксизм-ленинизм. Потому что подходы именно к теории сейчас очень серьёзные. То есть вы знаете, что у нас теория обновлённого социализма, которая достаточно хорошо разрабатывается учёными. И по подходам новые, по объяснению, обучению, владению этими теориями молодых слоёв населения, и в том числе и молодых коммунистов. Также у нас работа с партийным резервом. Это прежде всего ленинский комсомол. Потому что так или иначе любая организация, она думает о будущем и начинает воспитывать своих, как бы сказать, будущих последователей. Как вступают в ряды сторонников и членов политической партии? Какая процедура? У нас очень, как бы, такой к членам партии ещё принцип, который подразумевает, прежде всего, рекомендацию двух членов. В какой-то испытательный срок после этого идёт приём партию. Это традиционно. Это многие, когда партия ещё создавалась, это было принято. Поэтому оно правильно показывает особый подход членам партии. И просто так любого с порога, как говорится, не примут. Потому что такого не бывает. А с другой стороны, нам очень важно работать со сторонниками. Потому что многие люди просто готовы, понимая там общеполитическую повестку дня, понимая, что кроме КПРФ другой последовательной силы не существует. Они готовы помогать, чем могут. Но ещё где-то не готовы взять на себя партийные обязанности. Потому что всё равно у нас партия, она классические ленинские принципы оставляет актуальными. Это прежде всего массовая партия, это прежде всего работа в партии, а не просто в ней членство и числится. Это подписка на партийные издания, это уплата членских взносов, притом неэффективная уплата, а серьёзная, то есть с определённым процентом от дохода. Поэтому вот эти все вопросы для нас очень важны. И также очень важны омоложение партийных рядов не с точки зрения просто вступления новых, а подготовка молодых кадров. Потому что у нас проблема в государстве сейчас, это прежде всего кадровая политика кадровых руководителей. Поэтому партия традиционно учит и старается кадр растить с самого низа. То есть с рядовых членов, которые попробовали себя на низовом участке, потом дальше, дальше, дальше. И уже как бы... Какова численность членов партии КПРФ в Кировской области? Около двух тысяч человек. Около двух тысяч человек. Да, притом ещё большое количество сторонников. Поэтому партия достаточно серьёзная. Но, понимаете, это они, опять же, не записны никак Единая Россия. Это именно люди, которые сознательно вступили в партию, сознательно в ней состоят, сознательно работают в ней. Потому что каждый выполняет свой какой-то участок работы, политической задачи, которую им ставят вышестоящие органы. Кстати, у нас партии коллегиальные органы управления, поэтому у нас всё решается именно большинством органов, бюро или там президиум ЦК, условно говоря, вот если объяснить, то есть комитетом или бюро первичной организации, первичного отделения. То есть это традиционное, потому что ни один человек на себя решение не возьмёт, что окончательно именно совещается, советуется с товарищами. Вот это самое важное. Владимир, партия ЛГПР точно такие же вопросы. Как планирует развиваться политическая партия? Что в Кировской области, что на федеральном уровне? Какие перед ней стоят задачи? Какие есть потенциалы для обновления? Есть ли интерес к ребрендингу? Я послушал Алексея сейчас. Марксизм, ленинизм, поленум, бюро ЦК. У нас всё намного проще и интереснее, как мне кажется. И вот в плане молодёжи, я, если бы сейчас был сторонним наблюдателем, не был никак погружён в политику, наверное, после вот этих вот таких суровых, махоровых терминов, наверное, бы Алексей не заинтересовался бы, поверь. Мы идём от другого, я уже сказал, мы идём от повестки. То есть, если людям интересно заниматься вопросами, допустим, появление новых подходов к распределению мест в детских садах, например, да, это инициатива снизу, приходите, мы будем помогать всем тем ресурсам, которые у нас есть. И активисты, понимая это, как раз приходят и реализуют свои идеи через партию ЛДПР. Мы не подкидываем какую-то мысль, давайте кто-нибудь позанимайтесь, потому что, ну, это глупо, если людям неинтересно, они не будут в это погружаться. Да, конечно, может быть, я специально не перебивал, поэтому давай не будем. Я не говорю, что это плохо, я говорю своё мнение относительно вот этого дела. Есть, конечно же, люди, которым интересен сам политический процесс, ну, вот как таковой, да, и, может быть, там, изучение теории, но вот у нас таких меньшинство. Что касается членов партии, в Кировском региональном отделении партии ЛДПР состоит больше 5800 членов партии. Опять же, честно говоря, удивлён, что, вот Алексей сказал цифру намного меньше, я думал, больше состоит в их партии. При этом важно тоже понимать, что каждый член партии разделяет позицию партии, но в зависимости от того, насколько он активно готов партии помогать, он настолько и помогает. У нас абсолютно отсутствуют партийные взносы, если говорить про вот эту составляющую, да. Насколько я знаю, у большинства партии они присутствуют, мы же исключили. Ну, изначально у нас партийных взносов не было. Что касается вектора развития, да, вот чем бы хотелось заниматься, безусловно, согласен здесь с коллегой. В части узурпации, так сказать, власти, да, единственной безальтернативной партии власти, как вот сейчас её называют, да, привело к тому, что мало того, что Кировская область, вся страна у нас находится, если называть вещи своими именами, в стагнации. Мы стагнируем. Упаси Господь, наверное, уже скоро начнём деградировать. Поэтому наша безусловная задача сделать так, чтобы партия ЛДПР, другие оппозиционные партии получили большинство в парламентах. Тогда можно будет добиваться введения наших инициатив. Тогда мы можем не просто говорить о своих идеях, тогда мы сможем их полноценно реализовывать. И вот эта цель, конечно же, перед нами стоит. Если посмотреть, вот сам, честно говоря, когда ещё не активно занимался политикой, представлял, что есть какая-то партия власти, вот она, а кто другой, других нет, вот они вот такие вот взяли ответственность, как они любят говорить, мы единственные, кто взяли ответственность. Вы никому ответственность не позволяете с вами разделить или не даёте ответственность взять на себя. Вот почему мы вышли из задания парламента в предыдущую сессию в июльскую? Как раз поэтому давайте тогда вещи называть своими именами. Если вы единолично хотите принимать законы, хотите принимать бюджет, вот тогда вы сами за это всё и отвечайте. Там вышли все три оппозиционные. Да, все три оппозиционные партии вышли. При этом не говорите, что у нас какой-то там демократический парламент. Этого и близко сейчас нет. То есть все решения можно принимать без мнения избирателей фактически. Я на пленарке уже говорил, что за оппозицию фактически голосовало больше людей, чем за партию власть. Если посмотреть по процентам, примерно 40-43% проголосовало за единороссов, в среднем в том числе одномандатников высчитывать. А все остальные люди проголосовали за оппозицию. То есть большинство избирателей представляет меньшинство депутатов в парламенте. Причём подавляющее меньшинство. Диктатура буржуазии. Это диктатура единой России вот сейчас. И почему происходит так, что мы вносим законопроект, а он даже на рассмотрение не попадает? Да ровно по этой причине. Потому что есть люди, которых большинство, они в принципе не обязаны смотреть на мнение собственных избирателей. А вот другая картинка. Приезжаешь, это, кстати, отдельная деятельность, приезжаешь на встречу с избирателями куда-то в район, в любой район или даже на встрече в Кирове. Люди не видели собственных депутатов, которых они избирали. То есть никто не приезжает, потом не отчитывается. По одномандатникам, которые, опять же, от партии власти избраны, есть депутаты, которые плотно работают со своими районами. То есть я бы не стал говорить, что все там не выезжают. А есть депутаты, которых ни разу не видели в собственных округах. Было бы, наверное, интересно избирателям приехать, вернее, чтобы к ним приехал депутат и услышать от него, а вот ты, друг дорогой, избран нами. А как ты голосовал по вопросу повышения пенсионного возраста? Ну, чтобы сделать выводы, элементарно поддерживать этого человека в следующий раз или нет. Было бы любопытно, да? А вот практика вообще отчетов депутата, это хорошая практика. Ее нужно в обязательном порядке вводить, вплоть до того, что лишать мандатов депутатов, если они не отчитываются. Твердое убеждение мое такое. Да, тебе, может быть, будет неприятно сказать, что ты поддержал повышение пенсионного возраста. Ну, не надо было поддерживать. Или тогда будь готов, что тебя помидорами на встрече с избирателями закидают. А вот так вот в домике отсидеться, после того, как ты кнопочку по ошибке или не очень нажал, неправильная практика. Поэтому мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы у нас политическое пространство стало действительно демократическим. Вот сейчас демократии в парламенте, в частности, в нашем законодательном собрании нет и подавно. И не только в ЗАГС собрания на улице. То есть, чтобы пообщаться с избирателем, уже ограничивать право, понимаете, это уже просто нонсенс. Вот как раз к демократии, в ЗАГС собрании и в Кировской области мы вернемся после небольшой короткой рекламы, как раз поговорим о взаимоотношениях с другими политическими партиями. Возвращаемся к нашей радиопередаче. Говорим о политической, партийной деятельности на территории Кировской области. Сегодня у нас в гостях Владимир Костин, партия ЛДПР, и Алексей Вотинцев, партия КПРФ. Владимир, давай вернемся к разговору о деятельности ЛДПР, о перспективах ЛДПР в Кировской области. Ты хотел закончить мысль? Да, я как раз и говорил о том, что вот у нас сложилось представление, что есть партия власти и, собственно говоря, все остальные оппозиции. На самом деле все может быть вообще по-другому. И тоже часто приходится слышать о том, что я на выборы не хожу, мой голос ничего не решает. Пример не так давно прошедших выборов показывает, что голос очень даже чего и решает. Были избраны губернаторы от ЛДПР, был избран губернатор от КПРФ. То есть жители, действительно, устав от того, что происходит, решили, давайте-ка попробуем, а вдруг мой голос что-то решает. И, о чудо, он действительно что-то решает. Меняется руководство региона. И причем представитель оппозиционной парламентской партии, когда он встает во главу региона, он обязан слышать избирателя, потому что его здесь никто не будет держать только потому, что он там приверженец какой-то партии, скорее наоборот. И вот, опять же, результаты работы наших губернаторов, губернаторов ЛДПР, они видны. Тот же Фургал, хабаровский губернатор, там гремит по всей стране. Я вот к чему это все веду. У нас есть понимание, что в рамках Кировской области, ну, на выборах 2016 года, в самом большом территориальном образовании, в Ленинском районе города Кирова, партия ЛДПР на выборах победила. Мы обошли все остальные политические партии. Это говорит о том, что если бы система распределения мандатов депутатских была по-другому организована, то совсем другой парламент у нас бы был. Совсем по-другому выстраивались бы отношения внутри парламентских групп. То есть, опять же, нельзя бы было сказать, слушайте, а вот что вы там, какой закон предлагаете, мы его рассматривать даже не будем. Там бы был вопрос, давайте будем искать, где деньги взять. Вот это продуктивно. И тогда бы мы уже рассмотрели, может быть, неэффективные траты, о которых тоже сейчас никто не говорит. Может быть, коррупционные проявления. Вот это бы все уже обсуждалось не где-то там кулуарно, а вполне себе там в рамках пленарного заседания с результатами работы. То есть, каждый депутат твердо понимал, что его голос значим, голоса его избирателей будут услышаны. Вот чего бы очень хотелось на следующих выборах. Вот как раз возвращаясь к теме и поднимая тему того, чтобы голос был услышан, давайте попробуем поговорить о том, а у нас в Кировской области готовы политические партии к диалогу? Есть ли у нас диалог политических партий? Как работает совет фракции в ЗАГСобрании Кировской области? Эффективен он, неэффективен? Есть ли какие-то результаты? Готовы ли политические партии подписывать между собой какие-то документы о сотрудничестве, о взаимодействии, о принятии коллегальных решений? Алексей. Ну, я скажу по Кировской городской думе, потому что все-таки я руководитель фракции КПРФ Кировской городской думе, поэтому там мы находим общий диалог, общаемся особенно по тем вопросам повестки дня, которые для нас, ну, как для оппозиции общие. Но, понимаете, тоже, что же такая парламентская система? Это прежде всего парламент в буржуазном государстве, это Комитет по управлению делами буржуазии. Все, какие бы вопросы не выносились, так или иначе не касаются вопросов вот именно как бы крупного бизнеса и тех, кто к ним примыкает. К сожалению, мы считаем, что это неправильно, потому что ущемляются интересы большинства населения. Ну, вот видите, что происходит в городе, когда уже только совсем уже критически не задевает вопросы дорог, вопросы благоустройства даров, они остаются на остаточном месте. А вопросы финансирования там крупных монополий, каких-то поддержки других, они всегда самыми главными, всегда интересы бизнеса так или иначе прослеживаются. То есть уши торчат за любыми такими крупными какими-то решениями. Ну, считайте, по Кировсвету то, что не сделали, а сделали именно световую такой концессию. То, что происходит сейчас по тепловым вопросам, тоже концессия. То, что потом будет на водоканал, это все касается именно интересов большинства, а они касаются, вернее, они затрагивают больше интересы тех или иных, как бы сказать, финансово-промышленных групп. Мы считаем, что это неправильно, а именно надо вопросы ставить совершенно по-другому. Прежде всего, если мы говорим о развитии экономическом, мы должны предоставлять условия для развития, давать дешевый кредит, давать совершенно другие источники для бюджета. Если это не происходит, значит, государство у нас беднеет. Еще со времен, да, Пушкина говорили, читал Адама Смита и знал, когда и почему, когда страна простой продукт имеет, она живет и богатеет. А, к сожалению, у нас производство сокращается, и все это благодаря именно большему году каких-либо торговых сетей, каких-либо промышленных групп и все остальное. Алексей, то есть диалог с представителями других политических партий, он происходит? Он происходит, но ведь каждый... И он эффективен, или все-таки нет смысла договариваться между собой? Почему? По каким-то вопросам есть, по каким-то там не договоришься, потому что, понимаете, за тем или иным вопросом всегда есть какие-то интересы, и какая-то одна из групп всегда кого-то либо поддерживает. Мы же стараемся в своей политике вести совершенно по-другому, у нас другой подход. Прежде всего, интересы большинства населения, прежде всего, интересы рядовых людей, рядовых граждан Кировской области, города Кирова. Потому что, как ни крути, сейчас очень вот как раз это все остается на последнем месте. Потому что, когда не принимается какой-то закон, всегда сокращаются льготы у тех или иных категорий. Там еще что-то. Финансирование там социальных статей, хотя все говорят, что у нас социальный бюджет, у нас все такое. А на самом-то деле все идет до и нельзя. Вопросы, вот правильно, частных людей, каких-то определенных групп небольших, они просто игнорируются. По тем же дольщикам вопрос можно давно было решить. Есть ли это в законодательной основе? Есть управление, опыт, например. Вот у нас успешно, как говорил, коммунисты руководят в Иркутской области, в Орловской области. Сейчас пришел молодой коммунист в Акассии. И там есть пример успешного решения подобных вопросов. Давайте распространять по всей стране, давайте показывать. Но нет, тот или иной, где-то человек успешно, на него все начинают клевать. Вот тоже по Грудинину сказать. Ну, вел хозяйство, делал, развивал в Адмосковье. Пока не выдвинулся со своими идеями в президенты, на него особо никто не обращал внимания. А как только выдвинулся, показал, что за него может пойти население, могут люди признать какую-то альтернативную кандидатуру партии власти, как существующая сейчас. Все, на него все начали клевать. У него сейчас идет рейдерский захват и прочее, прочее. Подобное же у нас происходит. Ну, знаете, по справедливой России, фактически тоже идет рейдерский захват. Есть, по крайней мере, потуги к этому. А кто это делает? Мы все знаем фамилии, мы знаем людей, которые, чьи интересы стоят, какие интересы отслеживают. Просто крупный бизнес ведет себя нагло и бессовестно. И мы считаем, что их надо не только ограничивать, а просто ставить на место. А это делать может только ответственная и агрессивная политическая партия. Та, которая именно отстаивает свои интересы. Не просто так, вот как бы по парламентскому пути или что-то еще. Она ведет себя так же и протестную активность. Она производит какие-либо акции протеста. Она организует, мобилизует население на какие-то акции политического волеизъявления. Потому что парламент – это форма представительской демократии. Митинги, акции протеста – это все-таки форма прямой демократии. И именно от прямой демократии шло все остальное. А мы сейчас, получается, в стране формируется система, как вот рабовладельческая демократия, как в Афинах, когда есть граждане, есть неграждане. Когда у человека, который с низкими доходами, возможность куда-то там быть представлены в органах власти или чтобы их голос дошел докуда-то, они просто на низу, на самом как бы минимальном уровне находятся. А это просто недопустимо. Если мы считаем цивилизованной страной, если мы считаемся страной с равными гражданами, правами граждан политическими, экономическими, социальными, мы должны гарантировать эту деятельность для каждого. Владимир, точно такой же вопрос. Мы готовы к конструктивному взаимодействию с любыми политическими партиями. Системными важно, чтобы, естественно, никто не призывал к каким-то противоправным действиям. Ради достижения ключевых результатов. Результаты – это улучшение жизни населения Киевской области и России в целом. Не зря говорю о любых политических партиях. Вот мы критикуем Единую Россию как некий образ вселенского зла. Там тоже работают нормальные, хорошие люди. Если говорить о тех, кто, допустим, не поддерживал сокращение льгот на коммуналку для учителей, ведь это тоже единороссы делали. То есть двух голосов у нас в начале созыва не хватило для того, чтобы урезать льготы сельским учителям. Вот и единороссы тоже проявили себя. И тоже, я говорю о порядочных людях, которые не проголосовали за это. И благодаря в том числе их твердой позиции мы сохранили льготы. Естественно, оппозиция была за сохранение в полном составе. То есть это результат в том числе работы всех депутатов. Кто-то услышал, кто-то не услышал, кто-то все равно против голосовал. То есть все равно говорил отменить льготы. Ну, с них спрос свой, да, у избирателей, наверное, будет. Мы готовы разговаривать со всеми. То есть все, кто конструктивен, все, кто готовы к диалогу, милости просим за стол переговоров, что называется. Я ключевое еще раз подчеркну. Не должно быть монополии власти. Вот как только власть, пускай там законодательная ветка становится монопольной, это приводит к тому, что вот такие перекосы, как у нас сейчас в экономике, например, они случаются. И позиция оппозиционных партий воспринимается как критика ради критики. Но вот тот же закон по ставкам леса, по ставкам платы за леса. Когда мы только об этом говорили, были серьезнейшие споры, и это воспринималось как какой-то бред. После того, как в правительстве начали разбираться в вопросе, мы вышли на конструктив, и закон был принят. Но мы потеряли больше года. То есть вот ЛДПР предложила инициативу, год мы ее там доказывали, после года доказали. Слава богу, хотя бы доказали. Вот сейчас та же история, я не понимаю, почему они... Для того, чтобы эту законодательную инициативу приняли, ведь голосовали все политические партии. Безусловно. И были переговоры с представителями всех политических партий. Алексей, ты же понимаешь, о чем речь. У нас фактически вот законодательная власть становится придатком исполнителя. Вот как раз ввиду этого самого перекоса. У нас большинство в парламенте представляют ту партию, которая, собственно, является правящей в стране. Надо вообще правительство формировать, вот уж если на то пошло, правительство формировать из представителей парламентских партий. И там тоже будет какой-то диалог. Не просто решения волевые, принятые группой людей из одной партии. А диалог. Повышение пенсионного возраста нет. И вот идите и доказывайте, что это единственный верный путь. Идите, обосновывайте, почему у нас не государственные пенсионные фонды деньги растратили, а сейчас за это должны заплатить простые будущие пенсионеры. И мы с вами, да, вот все здесь собрались, и все слушатели. То есть при такой схеме появляется еще одна переговорная площадка для политических партий. И это главная проблема сейчас власти. Власть к диалогу не готова. Не готова к диалогу. Привыкла, что можно там что-то придумать, и без всякого диалога, проведя какие-то там формальные публичные слушания, на которые никого не пригласят, решение принять. Так вот надо с этим завязывать. Вот мы об этом говорим. И к диалогу готовы со всеми. Но к диалогу не просто ради того, чтобы как вот по Мордыковскому собрались, что-то там пообсуждали, а никаких решений-то не было принято, ну вообще не продвинулись. Вот не такой диалог нужен. Ну что ж, сегодня получился интересный диалог о политических партиях, о партии КПРФ и партии ЛДПР. В гостях были Алексей Вотинцев и Владимир Костин. Я же, Алексей Кузьмин, с вами прощаюсь. До новых встреч, до новой радиопередачи. Спасибо, доброго дня. До свидания. До свидания. Доброго дня. Дайте слово.